Здравствуйте! В эфире экономическая среда. Тема выпуска «Рынок труда. Вперед пандемии». Рынок труда – это рынок, на котором сталкиваются интересы трудоспособных граждан и работодателей, представляющих государственные, общественные, частные и муниципальные учреждения. С какими проблемами сталкиваются субъекты рынка труда в Абхазии и в чем специфика рынка труда в Абхазии, мы будем обсуждать сегодня со старшим преподавателем кафедры национальной экономики Абхазского государственного университета, научного сотрудника отдела национальной экономики Центра социально-экономических исследований Илоной Валерьевной Мирцхула. Здравствуйте! Также мы пригласили заместителя министра социального обеспечения и демографической политики Каму Гарьевну Адзенба. Здравствуйте! Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Я хочу начать с того, что Илона Валерьевна, вы уже более 10 лет занимаетесь темой рынка труда, и поэтому мы сегодня начнем с вас. Расскажите нам, какое текущее состояние рынка труда и каковы основные показатели? Спасибо большое за доверие, за интерес к этой теме, потому что проблема рынка труда, она не нова, она давно уже наболела, и ею действительно нужно заниматься, потому что рынок труда – это, я бы так сказала, даже самый чувствительный, самый уязвимый сегмент, ввиду того, что основным ресурсом рынка труда является человек. Человек как индивидуум, человек как личность, человек как член семьи, человек как член коллектива, поэтому, безусловно, вопросам рынка труда нужно уделять особое внимание, тем более в тех сложных, сложившихся ситуациях, ситуации, в которые мы оказались. Но прежде чем говорить непосредственно о рынке труда, я бы хотела сказать, что проблемы, возникшие на рынке труда, это не только проблемы рынка труда, это проблемы всей экономики в целом. Взаимосвязанно. Конечно. Почему? Потому что уже на протяжении более 20 лет, смело можно об этом говорить, тем более, что последние данные и показатели являются этому подтверждением, что мы живем с вами в условиях системного кризиса. И проблемы, возникшие на рынке труда, это тоже отражение того системного кризиса, в котором мы пребываем с вами. Мы с вами, как экономисты Арда, знаем, что любая экономика не развивается линейно, она развивается циклично. В тот или иной период цикла и занятости, безработица является таким даже ключевым сигнальным моментом, и они ведут себя по-разному. И вот за последние годы мы как раз находимся в фазе, скажем так, депрессии экономики Абхазии, и это является таким наглядным отражением. Потому вы, наверное, следите за деятельностью Центра социально-экономических исследований, потому мы в 2020 году запустили семинар под названием «Новая фаза кризиса, вызовы и возможные ответы». То есть ту ситуацию, тот кризис, который сегодня происходит в Абхазии, мы и назвали новой фазой кризиса. Почему? Потому что все проблемы, которые накопились в экономике Абхазии, они очень наглядно отражены вот в этой фазе кризиса. То есть рынок труда тоже является таким уязвимым, чувствительным сегментом, и подтверждением тому являются, естественно, те статистические данные, которые мы анализируем, которые мы исследуем на различных площадках, и не только данные статистической службы. Но, чтобы быть более точным, конечно, мне не хотелось бы загружать и наших телезрителей, и вас цифрами, но без цифр невозможно. Хотя бы некоторые из них я озвучу. Ну, к примеру, что у нас происходит с численностью занятых за последние пять лет? Она у нас динамично сокращается. Более того, я хотела бы обратить внимание на то, что почти на 300 человек у нас происходит сокращение численности занятых в негосударственном секторе, то есть частном секторе. Получается, что, как мы можем охарактеризовать эту ситуацию? Либо занятые уходят в тень, и работодатели не отражают фактических занятых у себя на предприятиях, и это несет соответствующие последствия, что мы с вами наблюдаем. Либо это некая форма адаптации самозанятого населения к тем социально-экономическим условиям, в которых мы оказались. Либо это неэффективное государственное управление. Плюс еще к тому, не создаются новые рабочие места. А что касаемо бедных? Какие цифры у нас? Вот другой показатель. Доля бедных и беднейших, по данным соцопроса в рамках разработки стратегии социально-экономического развития, которой мы занимались еще в 2015 году, исходя из опроса населения, к бедным и беднейшим относят себя практически 33% опрошенных наших респондентов. То есть это люди в трудоспособном возрасте. Что значит бедные и беднейшие? Это означает, что уровень их дохода ниже прожиточного минимума. Еще одна цифра. Вот величина прожиточного минимума у нас колеблется в пределах 7 тысяч рублей. Она практически не меняется. В основном это набор потребительской корзины, плюс там еще какие-то непродовольственные товары и как далее. Когда средняя заработная плата у нас? Средняя заработная плата порядка 11 тысяч рублей. И она тоже практически не растет. У нас там совершенно небольшие изменения. Там тысячу, тысячу восемьсот. Если год к году отражать, там меньше показателей. Если за последние пять лет сравнивать, то вот порядка двух тысяч рублей у нас происходит рост среднемесячной заработной платы. Еще один показатель, на который я хотела бы обратить внимание, он имеет непосредственное отношение к рынку труда. Это доля фонда заработной платы в собственных доходах бюджета. Она у нас составляет 72%. То есть получается все, что зарабатывает наша экономика, она все тратит на заработную плату государственных служащих. Практически. То есть 30% остается на экономику, на развитие каких-то отраслей экономики и так далее. Очень высокая налоговая нагрузка на фон заработной платы. Порядка 20%. И особенно в последнее время, в условиях кризиса, последнего кризиса, очень многие предприятия и организации не могут платить вот эти вот отчисления во внебюджетные. Да, долги будут накапливаться. Вот вы там отметили, что прожиточный минимум и средняя заработная плата. Соотношение между ними такое, что часто применяется термин работающий бедный. Вот какая должна быть заработная плата, средняя статистическая заработная плата у нас в стране, чтобы исключить этот термин? Очень правильно вы подметили. Значит, если мы посмотрим соотношение среднемесячной заработной платы и величины прожиточного минимума, то порядка 64-65% у нас уходит только на обеспечение прожиточного минимума. Уже доказано и экономистами, и многими другими даже учеными, что эта категория, получатели такой категории доходов, относятся к так называемым работающим бедным. То есть за величину своей среднемесячной заработной платы они могут обеспечить себе лишь прожиточный минимум. То есть практически выживание на эту зарплату? Совершенно верно. Более того, в некоторых отраслях, я вот посмотрела статистику, в некоторых отраслях среднемесячная заработная плата у нас даже меньше величины прожиточного минимума. Ну здесь уже сами цифры говорят за себя. То есть какая должна быть заработная плата? Заработная плата, какая должна быть, я вам скажу. Вот в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года по прогнозным сценариям, причем инерционному сценарию, то есть худшему сценарию, среднемесячная заработная плата в 2000 году должна составлять 17, около 17 тысяч рублей. В лучшем случае она должна колеблется в пределах 20-25 тысяч рублей. Основной документ, регулирующий отношения на рынке труда, это Трудовой кодекс Республики Абхазия, принятый в 2016 году. В нем нет четкого определения безработного. И я хотела бы у вас спросить, как вы считаете, вообще насколько этот Трудовой кодекс соответствует нашим реалиям, и какие, на ваш взгляд, нужно внести поправки? Кама Агарьевна, перейдем к вам. На самом деле Трудовой кодекс, который последний принятый, не содержит понятия безработного, но как раз, и это отвечая на ваши вопросы, это как раз соответствует нашим реалиям, которые сложились на сегодняшний день. Так как статус безработного подразумевает выплату пособия, на сегодняшний день наше государство не в состоянии выплачивать пособия по безработице, пусть даже это будет самое номинальное пособие. Поэтому законодатель умышленно убрал понятие безработного из Трудового кодекса. И законодатель дает нам такую формулировку, как гражданин в поисках подходящей работы. Таким образом, избежав вот этой вот ситуации. То есть поправки какие-то? Ну, любой кодекс и любой закон в государстве, это никогда не статичный документ, естественно, он должен развиваться. И, соответственно, точно так же и трудовое законодательство должно развиваться в соответствии с теми вызовами и реалиями, которые существуют на сегодняшний день. Вот, например, в связи с пандемией появились новые вызовы, как регулировать труд дистанционно, кто может считаться работающими дистанционно и так далее, и так далее. Там очень много нюансов. Соответственно, есть какие-то законодательные инициативы, которые предполагают поправки к трудовому законодательству. Вот, Илона Валерьевна, Вы, когда отвечали еще на первый вопрос, самозанятые прозвучало. Что из себя представляют самозанятые, кто они? И я, как понимаю, они составляют большой процент на рынке труда. Действительно, мы знаем, что трудоспособного населения у нас 144 тысячи человек. Из них официально занято, по данным Государственного комитета по статистике, по официально учтенным предприятиям занято всего 30% населения. Получается, что 70% трудоспособного населения у нас безработными. Все равно я их так назову. Вы можете со мной поспорить, потому что, если даже в законодательстве не прописан этот термин, по-другому они никак не называются. Эти люди, которые не имеют работы. Где же эти 70% трудоспособного населения, которые считаются безработными? Я тоже могу не согласиться, что 70% у нас существуют безработицы. Почему? Потому что, если бы так было на самом деле, у нас был бы полный коллапс, то есть у нас было бы не 800, допустим, семей малоимущих, а гораздо больше. И уровень жизни намного ниже. Абсолютно верно. То есть получается, что часть этого трудоспособного населения, неучтенных, они по факту где-то работают. Мы не можем отнести к безработным людей, живущих в сельской местности. То есть людей, которые что-то выращивают у себя на, допустим, при усаденном участке, везут свою продукцию на рынок, продают, зарабатывают, получают какой-то доход, что-то на эти же деньги покупают, везут к себе домой. И вот эта цикличная цепочка, она продолжается. Безусловно, мы не можем назвать сельчан безработными, но мы должны придать им какой-то статус. Даже статус самозанятого населения, естественно. Они не платят налоги, значит, получается, они в тени. Совершенно верно. То есть мы можем назвать это неформальной занятостью. То есть по факту люди работают, но на самом деле они нигде не зарегистрированы, не платят никаких налогов. Как бы странно ни звучало, неформально работающие, так их назовем, есть плюсы этого и минусы. Безусловно. Вот в чем плюсы? В чем плюсы? Эти люди самозанятые, вообще их надо, знаете, наградить, наверное. И наше государство должно поблагодарить этих людей за то, что они абсолютно не беспокоят ни президента, ни премьер-министра вопросами своего трудоустройства. Они сами находят себе работу, тем самым помогают нашему государству, скажем так, обеспечить себя. Эти люди реально себя обеспечивают. Скажем, лет 10 тому назад начинался цитрусовый сезон. Люди ждали этого цитрусового сезона, чтобы каким-то образом заработать. Они приезжали на границу, покупали мандарины на абхазской стороне, переносили эти мандарины на российскую сторону, зарабатывали тем самым. То есть таким образом они обеспечивали себя работой. А кто эти люди? Эти люди были, как правило, из сел, которые хотели иметь денежный доход. Потому что не всегда люди, живущие в селе, имеют денежный доход. Да, у них есть, они не голодают, у них есть живность, у них есть птица, у них есть кукуруза и так далее. Они сами себя могут прокормить. Но нужно купить одежду, нужно купить учебники и так далее. То есть это большой плюс. То есть это такой механизм, сдерживающий упадок уровня жизни на селе. Совершенно верно. Это явная форма адаптации этих людей к тем социально-экономическим условиям, в которых они оказались. А минусы? Вот последствия неформальной экономики. Безусловно, минусы. Скажем, человек, возьмем того же самого сельчанина, он живет в селе, что-то там зарабатывает, ладно. Наступает время его пенсионного возраста. Какую пенсию он будет получать, не имея никакого статуса как работающего человека. То есть у него нет, соответственно, трудовой книжки. Он не платил отчисления в пенсионные фонды. Соответственно, он в лучшем случае получит, на сегодняшний день, получит пенсию в размере 2500 рублей или 500 рублей. Даже есть пенсии, по-моему, 150 рублей. Вот нам жители Гальского района нам рассказывали, что они получают пенсию 150 рублей. То есть вот это тот максимум, на который они могут рассчитывать. То есть это еще и проблема на перспективу получает? Конечно. На перспективу проблема еще в том, вот хотела немножко добавить. На сегодняшний день у нас все получают базовую пенсию, абхазскую, я говорю про абхазскую пенсию, все получают базовую пенсию, трудовую пенсию. На сегодняшний день абхазскую никто не получает. Есть граждане, которые получают российскую пенсию, но это в соответствии с советским стажем, который еще был в советское время. То есть на сегодняшний день для самозанятых и занятых не имеет по большому счету значения, есть ли у них стаж в Абхазии или нет стажа, потому что они и так могут претендовать только на базовую пенсию. Но учитывая, что мы развиваемся и мы надеемся, что все-таки когда-то мы сможем исчислять свою трудовую пенсию и что она может исчисляться стажем и каким-то коэффициентом, то соответственно те граждане, которые были в тени и себя обеспечивали, во многом некоторые это просто выживание, получается, что они в последующем не смогут претендовать на трудовую пенсию. Это с одной стороны минус для таких граждан, плюс еще это для государства тоже. То есть с одной стороны, те граждане, которые будут получать трудовую пенсию, они будут получать за счет тех страховых отчислений, которые они отчисляли за весь период, фонд социального страхования, ну и по остальным фондам соответственно. А те, которые будут получать базовую пенсию, это все-таки дополнительная нагрузка на наше государство. Они будут получать из бюджета эту пенсию. Соответственно, это опять-таки, а учитывая, что это 70%, как вы сказали, официально неработающего населения, даже если они при этом работали, то получается эти 70% это все ложится грузом и нагрузкой на бюджет опять-таки. То есть тут с одной стороны и пострадает и самозанятое население, с одной стороны и государство с другой стороны. То есть тут, конечно, очень много минусов. Ну со стороны плюсов, конечно, надо отметить, что сельские жители, как можно их облагать, даже было бы даже и несправедливо, если можно говорить о какой-то справедливости, облагать их налогом, так как они пытаются выжить какими-то сезонными заработками. Но это же в самозанятых не только сельское хозяйство, там и другие профессии. Просто изначально, вот я сейчас хотела потом сказать, да, изначально мы к самозанятым в основном относили сельское население, которое занималось натуральным хозяйством. Хотела сказать, что да, к сожалению, Трудовой кодекс опять-таки не дает понятия самозанятых, то есть на Трудовой кодекс в данном случае нельзя сослаться, но при этом есть, это уже сфера немножко налогового законодательства, я туда не хочу заходить, в сферу налогового законодательства, но есть закон о патентной системе налогообложения. И вот эта патентная система налогообложения во многом может регулировать взаимоотношения самозанятых. Просто другое дело, что самозанятые тоже не всегда хотят показывать свой доход, не хотят регистрироваться, не хотят покупать этот патент, понимаете. И вот тут вот это, наверное, уже вопрос все-таки к налоговым органам, которые должны, наверное, выявлять и как-то призывать к ответственности таких граждан. Я еще хотела бы затронуть тему трудоустройства иностранных граждан. У нас в стране есть такая тенденция, пусть это сезонная работа или другие какие-то работы, и первое, что на ум приходит, это строительство, вот очень часто в строительстве используется иностранный труд. Так получается, что иностранным гражданам мы можем платить хорошую заработную плату, при том, что у нас армия безработных. Как можно наладить этот механизм и возможно ли законодательно как-то это закрепить? Вот, Кама Гарьевна, какие полномочия у министерства в этом направлении? Министерство, по сути, дает разрешение на иностранную рабочую силу, если это в количестве более 10 человек. То есть работодатель, который завозит иностранную рабочую силу в количестве более 10 человек, должен получить справку из Управления по труду и занятости, о том, что не значится таких специалистов на трудоустройство в отделе по занятости. То есть в отсутствии таких сведений, соответственно, управление дает такую справку, и с этой справкой уже работодатель отправляется в миграционную службу, где он получает разрешение на иностранную рабочую силу, на то, чтобы привести эту иностранную рабочую силу. С другой стороны, мы не можем обязать работодателя использовать только местную рабочую силу, потому что, ну, все-таки мы как-то говорим, что у нас есть режим для иностранцев, и мы принимаем иностранцев, даем им разрешение на работу. Конечно, те работодатели, которые принципиально отстаивают эту позицию, хотят работать только с местными гражданами, мы им очень благодарны, и это действительно очень такая хорошая позиция. Но, опять-таки, иногда так случается, что иностранные специалисты больше разбираются, более компетентны, это всегда убытки, обучать новых специалистов, это всегда убытки для работодателя. Ну, то есть тут очень много нюансов. Вот раз мы затронули тему специалистов, подготовка, переподготовка кадров, то же самое, повышение квалификации, кто должен этим заниматься? Это должно быть... Возможно, чтобы это было централизовано во взаимодействии с учебными центрами. Вот как вы видите это? Безусловно, это нужно делать. Я вообще считаю, что это задача государства. Возможно, даже на базе профильного ведомства с привлечением, естественно, различных образовательных структур. Либо это можно делать на площадке Абхазского государственного университета, это можно делать на площадке научных центров. Это сегодня самая главная проблема или самый главный выход из сложившейся ситуации. Мы не можем, как Российская Федерация сегодня делает, выплачивать пособия, различные вознаграждения по поводу того, что люди оказались без работы и так далее. Единственное, что мы можем, это их обучить и переобучить. Тем более, что вызов времени нам показывает, что необходимы новые профессии, новый взгляд даже на те текущие профессии, которые уже были. Я вообще очень боюсь, что мы окажемся в условиях структурной безработицы, когда старые профессии будут уже отмирать, а новые мы не сможем обеспечить, потому что у нас нет соответствующей подготовки. Это явно у нас сегодня происходит. До 2006 года у нас в стране существовал Государственный фонд содействия занятости. Как вы считаете, сегодня подобная организация или такой же фонд необходим? И что вообще Министерство труда делает в этом направлении, о котором говорила Илона Валерьевна? Вы знаете, да. До 2006 года был фонд содействия занятостей, в котором были отчисления в размере 1% из фонда заработной платы. И, соответственно, этот фонд занимался непосредственным трудоустройством. В 2006 году было принято решение о его расформировании. Он был расформирован, но при этом Министерство труда и управления по труду и занятости не является правоприемником фонда занятости, но при этом штатные единицы, которые были при фонде занятости, перешли в управление, были назначены в управление по труду и занятости, И были штатные единицы в каждом районе, которые собирали информацию как от работодателя, так и от безработных на запрос по трудоустройству. В 2014 году в рамках оптимизации вот эти штатные единицы по районам были ликвидированы. Тогда велась какая-то работа и какие-то списки определенные ежемесячные, ежеквартальные поступали в само министерство. Тогда велась какая-то более живая работа в этом направлении. На сегодняшний день получается, что осталось только управление по труду и занятости. И в рамках управления ведется работа, но при этом, как вы понимаете, все-таки министерство по труду, сейчас оно уже так не называется, но управление по труду не является фондом занятости и не может организовать мероприятия как по подбору персонала, так и по подготовке, либо переподготовке. Другое дело, что управление содействует государственной политике в отношении занятости и трудоустройства, разрабатывает какие-то подзаконные акты, создаёт благоприятные условия, поддерживает государственную политику, но не занимается какими-то практическими мероприятиями в этом направлении. Конечно, это было бы неплохо. С удовольствием бы поддержали такую инициативу, если как-то на местах опять по районам возобновить эту работу. Но с другой стороны, наверное, сложно сейчас говорить о том, чтобы выбивать дополнительные места. Возможно, были там у нас какие-то соображения на этот счёт, через свои подведомственные организации в районах, добавить им дополнительные полномочия. То есть министерству нужна организация или фонд, который будет заниматься практическими делами? Да, при этом у нас на базе в министерстве есть сайт, который помимо сайта в самом министерство можно прийти и оставить заявку от гражданина в поисках, который ищет подходящую работу. Точно так же можно оставить эту заявку онлайн через сайт. Как вы понимаете, работа идёт так очень медленно, скажем так. Мало того, понимаете, чтобы регистрироваться в органах занятости, для этого у гражданина должна быть какая-то мотивация. Это либо выплата пособия по безработице, либо уверенность в том, что ему подберут такую работу. Но, откровенно говоря, пособия по безработице мы не выплачиваем. А с подбором работы тоже всё идёт очень медленно, потому что у нас нет... Соответственно, тогда, когда мы говорим о том, что мы подбираем подходящую работу для гражданина, соответственно, у нас должен быть банк данных от работодателя. Трудовой кодекс обязывает работодателя в течение пяти рабочих дней с момента высвобождения места сообщать в уполномоченное ведомство, то есть в министерство, о таком вакантном месте. Но, к сожалению, у нас нет рычагов давления на организацию. Камагарина, вы нам сами напомнили о УБАЗе, которую вы создали. И, как вы говорите, ею мало пользуются. Как вы считаете, нужно ли создать альтернативу? И кто это должен быть? Частные лица, бизнес. Чтобы эта платформа, эта база, она была удобная, более мобильная для молодёжи. Например, пусть это даже будет приложение, как в России, например, представлен известный сайт Headhunter, называется, ты можешь опубликовать своё объявление, в течение часа найти нескольких специалистов. То есть подобное можно организовать, альтернативу придумать. И кто это должен сделать? Государство, например, может создать такой приложение? Ну, как вам сказать, конечно, может. И мы со своей стороны на государственном уровне и на официальном сайте попробовали сделать это так, как мы это видели и так, как мы это понимали. Но, понимаете, с другой стороны, мы открыты к любому сотрудничеству. Если есть какие-то лица, которые хотят организовать это на коммерческой основе, мы даже готовы сотрудничать и готовы оказать любую помощь, которая будет возможна с нашей стороны, которые смогут продвигать эту идею. Мы в этом только заинтересованы к любому сотрудничеству, как с научной средой, как также со средой предпринимательской. Мы всегда готовы к любому сотрудничеству. Каждое трудоустройство, которое проходит через нас, мы воспринимаем как личную победу. Спасибо, Камая Гарьевна. Илона Валерьевна, как вы считаете, вот эти коммуникационные платформы, они играют важную роль на рынке труда, чтобы работодатели находили специалистов? Сегодня, к большому сожалению, это так. А может быть и к счастью. Почему говорю к сожалению? Все равно ни одна функциональная какая-то структура, пусть это будут IT-технологии, пусть это будут коммуникации, инфраструктурные, программные и так далее, без человека не обходится. Но создавать такие платформы нужно. Тем более, почему? Потому что у нас сегодня стоит также большая проблема молодежной безработицы. А вот молодежная, более мобильная часть нашего населения, которая очень легко адаптируется в этих новых условиях. Если, скажем, учителю в пенсионном возрасте очень трудно привыкнуть к новой работе, то молодому человеку это сделать гораздо легче. Молодые люди очень хорошо ориентируются в этих новых технологиях и хотя бы для них нужен вот такой ресурс. Я очень хорошо помню, будучи еще работая главным бухгалтером в одной фирме, при наличии вот этого центра занятости, о котором вы говорили. Мы в приложение к балансу, значит, вкладывали, и приложение называлось так, наличие вакансий. И это как форма отчетности уже была. Ну, это же смешно, это пока бумажки напечатаешь, принесешь, пока донесешь, вакансия уже может быть занята. Таким образом формировался банк вакансий, понимаете? Ну, пока он сформируется вакансий... Ну, это делается раз в три месяца. Хорошо, мы можем это сделать ежемесячно и так далее. Я подвожу в таком форме, конечно. Вот я к чему подвожу, что вот эта система, она устарела, потому что сегодня наше жизнь, она вообще молниеносна. Допустим. Вот я же говорю, хэдхантер, в течение часа ты до 15, причем не кого попало, а специалистов хороших можешь найти. Видите, как опять-таки спрос ждать. Мы плавно подошли к тенденциям и проблемам, которые принесла нам пандемия. На рынке труда появились новый спрос и новое предложение. Складывается такое впечатление, что самозанятые онлайн создали свой рынок труда, и под них нужно уже создавать отдельное даже, я сказала бы, законодательство, как это делают в Российской Федерации, уже разрабатывают под этот новый пласт законодательства. Как вы считаете, насколько готова наша экономика к этому новому рынку труда, и что надо делать на законодательном уровне, как этих онлайн работающих, эти онлайн магазины и работающих на эти онлайн магазины специалистов, это новые профессии, такие как СММщики, копирайтеры и так далее, как их задействовать в экономику? Действительно, сегодняшняя ситуация, новый вызов, эта пандемия показала, что, опять-таки повторюсь, что рынок труда оказался очень уязвимым сегментом. Почему? Потому что мы наблюдаем такую тенденцию, что старые профессии могут умереть вообще, и появляются новые, абсолютно несвойственные, нехарактерные, ни для наших условий, ни для понимания, ни для законодательства. Ну, например, та же самая профессия учителя требует новых подходов, та же самая профессия медиков требует новых подходов. Оффлайн-торговля изживает себя. В условиях, если раньше для бизнеса была непредсказуемость каких-то регуляторных условий, то сегодня вот эти ограничения, вызванные пандемией, усугубили этот процесс. И что мы видим? Мы сегодня видим, что работа общественного транспорта у нас практически парализована. У нас парализованы объекты общественного питания. Это целый пласт людей, которые и содержат людей, и которые зарабатывают. У нас будет впереди, я так думаю, что проблема, высвободятся большие торговые площади, и площади под аренду магазинов, офисов и так далее. То есть вот эта текущая проблема приводит к тому, что у нас появляются новые профессии. Как регулировать этот новый рынок труда? Вот если взять просто так и приступить к, скажем, вопросам регулирования, это тоже, наверное, ничего не даст. Почему? Потому что этот процесс должен идти планомерно, пошагово и поэтапно. Нам нужна обязательно хотя бы какая-то краткосрочная программа действий. Более того, нужно определить сроки реализации такого проекта, ответственных исполнителей и, соответственно, прописать ожидаемые результаты. Эти онлайн работающие, они те же самозанятые, которых надо выводить из теней? Это так называемые модные названия фрилансеры, которых развелось очень много. Мы даже применить этот термин можем и к нашим самозанятым. Несмотря на то, что у нас еще нет такого объема этих новых профессий здесь, на территории Абхазии, как, допустим, уже появились они в России. Самой востребованной, допустим, в России, ну, этой профессией не назовешь, самым востребованным видом работы в период пандемии были курьеры. Курьеры, да, они сейчас самые богатые. Доставщики чего-то. Нужно сказать, что наше население и в целом частные организации, предприятия, они сумели подстроиться, у нас уже даже есть эти пункты выдать. Я согласна, да. То есть в этом суть можно только похвалить. Я же говорю, это новый рынок труда, который сам себя регулирует и сам себя организовывает. Кама Гарриевна, что вы нам скажете? Я сегодня, как человек, который представляет труд и занятость, должна сказать, что прежде всего, наверное, в Трудовой кодекс надо вводить эти новые понятия. Трудовой кодекс дает понятие дистанционной работы, но тут имеется в виду, в данном Трудовом кодексе имеется в виду привязка работодателя к работнику, который выполняет эти работы дистанционно. А понятие самозанятый выпадает из Трудового кодекса, его на сегодняшний день нет. Но даже без этого, говоря о налоговом законодательстве, это прежде всего должно регулировать налоговое законодательство, которое заинтересовано в том, чтобы таких граждан и таких работников вывести из тени, в том, чтобы дать четкое определение разницы между индивидуальным предпринимателем и самозанятым, что это разная правовая форма. Индивидуальный предприниматель может нанимать сотрудников самозанятых гражданин, предполагается, что работает один и только на себя. Но при этом обеспечить ему такие условия, при которых он смог бы платить налоги, даже если он не очень хочет. Но государства всегда, фискальные органы на то и направлены, чтобы контролировать этот процесс. Тут прежде всего, наверное, надо как-то налоговым законодательством разбираться. Но понятийный, конечно, трудовой кодекс должен внести это понятие в понятийный аппарат. Хочу добавить, согласно я с Камой Гариной, что роль фискальных органов здесь очень возрастает. Тем более мы сопереживаем всегда о том, что нам недостаточно денег в бюджете, нам негде их взять, у нас нет источников дохода и так далее. И получается, что вот они источники дохода, они у нас на поверхности. То есть новые формы труда, они должны облагаться налогами. Это, естественно, дополнительные поступления в бюджет собственных доходов нашего государства. Подтверждением тому, что эта система еще не работает абсолютно никак, у нас являются цифры, которые опять-таки дает нам Государственный комитет по статистике, где одним из показателей, вот главные таблицы, основные социально-экономические показатели, где мы четко видим, что денежные доходы населения в разы меньше денежных расходов населения. То есть мы тратим денег больше, чем мы их зарабатываем. Вопрос, где мы их взяли? Ну да. В любом другом государстве надо ориентироваться на зарплату человека. Если человек получает 200 долларов, ну в эквиваленте 200 долларов, соответственно, он месяц должен прожить на эти 200 долларов. В нашем случае это совершенно не означает. Конечно. Если мы получаем 11 тысяч, чтобы никто на эти 11 тысяч почему-то не живет, откуда образовывается вот эта дополнительная сумма, никто не знает. Очень большой объем теневой занятости. А с другой стороны, опять-таки, это проблема налогового законодательства, которая так построена, что гражданин зачастую вынужден его обходить. Тут как бы должен быть все очень просто. С налоговым законодательством должно быть очень просто. Налоговая ставка должна быть минимальная, но должна быть неотвратимость наказания в случае сокрытия доходов. А когда мы завышаем ставку и при этом требуем только с тех, кто платит налоги, а кто не платит, в отношении них ничего не происходит, то вот складывается такая ситуация, которую мы имеем на сегодняшний день. Вот за все время нашего общения мы обозначили ряд проблем. Это отсутствие понятия безработных. Это то, что большая часть трудящихся находится в тени экономики. И отсутствие подготовки, переподготовки кадров. У меня возникает вопрос к вам, как к представителю научного сообщества нашей страны. И к вам, Кама Гаревна, как к представителю исполнительной ветви власти. По какому пути идти и как можно решить эти проблемы? А я напомню, что в 2016 году научным сообществом нашей страны был разработан и принята была стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Действительно была разработана стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Это долгосрочный документ, который дает вектор, который дает основную направленность нашему государству, как двигаться вперед. Безусловно, стратегия это не панацея, это не догма. Это документ, который может изменяться, он может корректироваться, он может, тем более, в сегодняшнее время явно показывает, что необходимо вносить какие-то коррективы. Тем не менее, в этом документе большой пласт проблем был сосредоточен в сфере социального обеспечения, социальной защиты населения. Эту стратегию приняли, но написаны ли программы по отраслям? Сегодня уже, получается, 21 год на улице, а программа до 20, то есть стратегия была рассчитана, что будет реализована до 2025 года. Успеем ли мы реализовать, если вы имеете в виду, что пути решения именно... Безусловно, в этой стратегии есть раздел, который называется «Рынок труда и социальная защита», в котором достаточно подробно сформулированы цель, задачи, приоритетные направления, механизмы реализации и ожидаемые результаты. То есть стратегия является, скажем так, шпаргалкой для органов исполнительной власти, прежде всего для кабинета министров, для того, чтобы двигаться дальше. Что значит двигаться дальше? В продолжении стратегии должна была быть разработана государственная программа на среднесрочную перспективу, причем государственная программа, которая включала бы в себя и отраслевые программы тоже. Сразу же после принятия этого документа в 2016 году было распоряжение президента Хаджинба для того, чтобы приступить к разработке этой программы, сформировать рабочие группы совместно с ведомствами, совместно с научным сообществом, с представителями бизнеса и науки. Но почему-то после утверждения этого документа как-то дальше работа не сдвинулась. Видимо, либо не было политической воли, я бы так сказала, либо было какое-то недопонимание важности этого документа. Сегодня этот документ остается актуальным. И если бы мы имели определенные отраслевые программы, в том числе программу по содействию занятости населения, то мы бы очень планомерно двигались бы вперед. То есть без программного подхода, без целевого программного подхода мы не сможем получить какой-то эффект. Почему? Потому что программа предполагает также определенные сроки реализации, реализации, источники финансирования и ответственных исполнителей. Спасибо, Илона Валерьевна. Камагарьевна? Для начала хотела бы мне один вопрос. Вот когда писалась эта программа, когда она изначально разрабатывалась, были ли как-то учтены мнения отраслевых ведомств? Это были рабочие... Просто это было в 2016 году, я на тот момент еще не... Обязательно. Более того, по каждому направлению мы взаимодействовали с представителем ведомства. Это был либо министр, либо заместитель министра. И они даже давали свои рекомендации и замечания, какие нужно включить в этот документ. Со своей стороны хочу сказать, что это очень хорошая программа, по которой мы намерены работать и хотели бы работать, и создавать какие-то рабочие группы по отдельным направлениям, включать специалистов как научного сообщества, так и людей, не практикующих, непосредственно связанных с этой темой. Но, с другой стороны, мы всегда упираемся в финансирование. Любая программа всегда упирается в финансирование. То есть, опять-таки, нужна политическая воля и нужны дополнительные источники финансирования. Как только они будут, можно уже говорить о комплексном решении проблемы и о комплексном решении вопроса. Но, опять-таки, это никогда не будет зависеть от воли одного министерства или двух министерств. Это всегда... Вы, как экономист, понимаете, что это всегда в целом общий экономический вопрос, и он будет связан со всеми направлениями в исполнительной власти. Поэтому это такой очень длительный и большой процесс. Это не так дорого, поверьте. Нет, я не спорю. Но, опять-таки, для этого нужны какие-то источники финансирования. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. На сегодня мы завершаем экономическую среду. Увидимся в этой же студии на следующей неделе. Хороших нам экономических новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова